Громкий политический скандал в Эстонии. Лидер консервативной партии обвинил главу эстонского МИДа в том, что она, цитата, русская, потому не может претендовать на пост президента страны. Заявление эстонских националистов вызвало общественный резонанс. Репортаж из Сталина. Мартин Хельми депутат парламента и один из лидеров консервативной народной партии Эстонии. Молодой политик с большими амбициями, не последняя фигура в политической жизни страны. Оттого каждое его слово имеет политический вес и значение. И вдруг именно он заговорил о чистоте крови и неожиданно резко высказался в адрес главы МИДа Марины Калюрант. Дескать, она русская и потому не может быть президентом Эстонии. Калюрант один из самых популярных политиков в стране и наиболее вероятный претендент на высокий пост. А главное, действительно не стесняется говорить. Да, я русская. Моя мама воспитывала меня одна. Моя мама жива. Мы до сих пор говорим с ней на русском языке. И она воспитывала меня всегда в том знании, что мы русские, кто живем в Эстонии, должны уважать. И это государство, и этот народ, и эту культуру. И мы не можем здесь жить, не зная языка. Но для националиста Хельми русскость Калюрант ключевой недостаток. Скандальное заявление цитируют СМИ и пародируют на главном русскоязычном телеканале страны. Я не вменяю ей в недостаток то, что она русская, сказал Мартин Хельми. Но я не думаю, что русская могла бы стать президентом Эстонии. В мире уже есть государство, которым правит русский президент. По этому поводу я могу сказать только одно. Главная проблема Мартина Хельми в том, что он, извините, идиот. Я не вменяю ему в вину то, что он идиот. Но я не думаю, что идиот мог бы стать президентом Эстонии. Потому что в мире уже полно стран, которыми правят идиоты. Всё, что мог сделать Мартин Хельми, это осыпать журналистов обвинениями. Дескать, на что уходят государственные деньги. Канал-то общественно-правовой. За идиота ведущий извинился. А вот сам Хельми извиняться перед Мариной Калюрант не стал. Общаться с русскоязычными журналистами желанием не горит. За сына вступился отец. Это честность. Да, действительно. Это не означает того, что Марина Калюрант не может баллотироваться на постпрезидента. Это может. Конечно, она может. Но наша партия хочет видеть на этом посту эстонцы. Если кто-то скажет, что здесь какая-то ксенофобия или расизм, то на самом деле ничего такого нет. В современной Европе делать политические заявления с явными признаками национализма, мягко говоря, не принято, не поймут. Но эстонские консерваторы, наоборот, набирают популярность. Сначала они пугали страну исламскими беженцами, которых в Эстонии по сути нет. А теперь впереди новые рейтинговые горизонты. Так считает эстонский политолог Петер Тайм. Они обнаружили, что их рейтинг можно поднимать только на негативе. То есть быть все время постоянно против чего-то, им приносят хорошие проценты в рейтингах. И когда это кульминировало взрывами в брюссельском аэропорту, когда поднялся их рейтинг до 19%, который сравнялся с рейтингом нашей правящей партии реформистов, вот они обнаружили, что надо выкинуть еще чего-нибудь такого очень скандального. В свою очередь депутат-реформист, известный в Эстонии правовед Игорь Грязин считает, что выходка Хельме-младшего, русский не может быть президентом, явление спонтанное и для страны в целом не характерное. Время от времени такие националистические крайние всплески и так далее, они были во Франции, Финляндии, где угодно и так далее. То есть это вот просто нас доморощены. Они не представляют никакого массового мнения, но они представляют что-то, что в каждом обывателе где-то слегка сидит и вроде как бы действует на нервы. Если кто и выиграл от скандала, так это действующий президент страны Томас Хендри Кильвес. Консерваторов он назвал партией сарийскими замашками. И если еще вчера русские эстонцы называли своего президента едва ли не главным русофобом, то сегодня все его хвалят за принципиальность и смелость. Впрочем, это поздняя любовь. Уже осенью президентский срок Томаса Хендрика Ильвеса истечет, и страна в любом случае должна будет выбрать себе нового гаранта Конституции. И совсем не исключено, что им станет Марина Калюрант, глава МИДа, которая считает себя русской и патриотом Эстонии. Евгений Завазки, Иван Панасюк, Евгений Ерлих, RTVI, Таллин.